Последние 10 лет страна Россия и конкретно город Магнитогорск все больше напоминают страну дураков. Ведь вдруг, внезапно и буквально откуда ни возьмись, широкими темпами народ начал осваивать ближайшие поля и неугодья. Это в смысле того, что внезапно все стали грезить домами. Как там? И покруче! Да потому что зажили мы! И тут опаньки. По сути жили-то мы 2006-2007. А аппетиты как у миллионеров. Но планов-то громадьева. Потому как свой дом и еще круче заживем. А причина в этом массовом переселении – доступность дешевых домов. Но дешевый дом в России может быть только из дешевых материалов. Ведь строителю главное впухать, а потом хозяин пусть разбирается. И получается не дом, а гараж. Жаркий летом и холодный зимой. А у нас как-то внезапно летом нужна прохлада, а зимой тепло. Опять же оговоримся. Дипломированных теплоэнергетиков, причем тех, кто пойдет по профилю, наш институт выпускает 5 человек в год. Остальные – это банкиры, программисты и работники телевидения. То есть кто грамотно смонтирует то, без чего вы либо замерзнете, либо останетесь без штанов. В смысле дом-то прогреете, а газа дорогущего спалите в 5 раз больше необходимого. Ну кто? И вот этим было объяснено пристальное внимание к стенду фирмы «Сантехкомфорт» на прошедшей недавно выставке в дворце Рамазана. Да потому что народ созрел платить за качество. За качество и количество тепла, не утекающего из своих дивных шлагоблочных конструкций в сайдинге. То внимание, которое вам уделено, меня порадовало. То есть Магнитогорск думает головой. То есть лето приходит и уходит, а холодно будет всегда. Вы чем занимаетесь? Мы занимаемся монтажом системы отопления, водоснабжения, канализации, также бассейном оборудовании. Ну, занимаемся мы этим уже порядка 10 лет. На данной выставке представлена экспозиция котельного быстрого монтажа «Мабис». Чем она упрощает монтаж, а также все комплектующие, они на заводе изготовлены в Германии. Поэтому нет большой необходимости затрачивать большое время, в районе 3-4 дней, для того, чтобы смонтировать только одну котельную. Опять же, нужно очень хороших специалистов иметь. Ну и стоимость этой котельной, естественно, возрастает. Если сравнить, получается разница в 10%, то есть от котельной «Мабис» чуть-чуть дороже. Но оно того стоит за счет того, что, ну, как сказать, либо сделано на заводе в Германии, либо дяде Васе сантехником склеено тут же на месте. То есть, и опять же, удорожание не такое большое, как оно кажется на первый раз. Если посмотреть в интернете, да, там будет очень дорого. Давайте вот подойдем и покажем, как вот это все конструкционно выполнено. Потому что мы, допустим, даже все приборы учета видели просто висящими. Здесь они еще и в теплоизоляции? Да, они с гораемой теплоизоляцией, специальный этилит. То есть, обвязка происходит, чтобы обратили внимание, специальными фитингами Виего и трубами оцинкованными. Для чего это делается? Как бы могли бы подешевле и пластиком обвязать, но пластик при высоких температурах, он не так долговечен. При температуре 90 градусов он в районе 6 лет стоит. Здесь используется специальная технология, без газопламенного оборудования, то есть никаких там горилок и сварки, ничего этого не нужно. Просто устанавливается труба в фитинг и зажимается. То есть никаких протечек и дефектов сварки абсолютно нет. То есть мы говорим о том, что ваша труба будет стоять вечно, а не дождется того момента, когда просто проживеет? Ну, вечно это, конечно, много сказано, но лет 50 точно простоит. То есть нам, честно говоря, с тобой это хватит, по-моему, да? Ну, конечно, хватит. Дальше, что касается технологии, то есть блоки выполнены на заводе, то есть наша задача приехать и поставить их просто. Ну, естественно, рассчитать по дому. То есть выполнено все в теплоизоляции. Тут конкретно на этом блоке рассчитано на отопление на горячую воду, также отопление и теплый пол. Теплый пол регулируется трехходовым вентилем. И, то есть, все аккуратно и очень достойно выполнено. Все это, здесь все функционально установлены. Краны шаровые, обратные клапана. А насосы также немецкие, я так понимаю? Насосы немецкие, да, насосы немецкие. Ну, насосы здесь можно менять, любые ставить. Как бы это не принципиально. Может, кто-то хочет сэкономить китайский насос поставить, без проблем. Ну, я бы не советовал. Итак, вопрос тепла для того, кто хочет жить в цементной коробке, решен. Тепло мы сэкономили за счет новых технологий и долговечности конструкции. Теперь информация в виде диалога для тех, кто не сможет прожить сто лет. Для тех, кто ценит натуральные природные материалы. И для тех, кто понимает, что мы жили в домах, плодились и размножались, ходили к Цареграду, мочили иго всякие, пришлых поляков, шведов, французов и нацистов, будучи рожденными в деревянных домах. Ну, как же все это мы делали? Без суши, ротбанта и гипсокартона, а? Насколько я помню, вот из истории, да, 2000 лет мы как-то обходились без шлакоблока. И все дома там устроили? Ну, в основном из дерева. Все было деревянное. И дома-то стояли и по 100, и по 200 лет. Так они до сих пор стоят некоторые дома, и церкви стоят. А человек-то столько, по-моему, не живет, да? Я думаю, да. Ну, вот как-то недавно оказалось, что в Магнитогорске строить из дерева стало очень дорого. Все, видать, надо пальцы распальцевали, и поняли, что Магнитогорск – город новых русских. Но Магнитогорск – город тех людей, кто деньги считает. Что вы им сейчас предлагаете? Ну, предлагают деревянное строительство в основном. Это цилиндровные дома, цилиндрованного бремна, из клееного бруса. Это экологически чистые дома, во-первых. Это раз, и очень теплые, надежные. А вот у меня дом в Миндяке, он вообще из бруса. То есть он еще, получается, подешевле? Тоже можно? Само собой, конечно, подешевле. И на порядок дешевле. Давайте людей с неба на землю спустим и объясним, что 200-300 квадратов – это еще и надо постараться, как бы, ну, облагородить и обслужить. Конечно. И это еще и дорого. Вот мы говорим про обычный дом, трехкомнатный, небольшой дом, 75 квадратов. Если мы возьмем ваш замечательный, цилиндрованный кировский брус, сколько будет дом строить? Полностью под ключ? Ну, я считаю, что если 70 кубов дом, примерно, он с отделкой полностью уже под ключ фундамент, где-то получается под 2 миллиона. То есть мы еще говорим о том, что цилиндрованный брус не надо внутри ничем делать? Да, только шлифуется лакируется. Как здесь, к примеру, да? Как здесь, примерно, да. То есть покрывается шлифой, покрываем лаком все. То есть еще раз я напомню, миллион 700 нам предлагают дома шлакоблока, без внутренней отделки, без всего. Ваш дом целиком готовый? Да, это 2 миллиона уже готовый под ключ дом. Ну, 2-2-200, вот так вот получается. Бери, живи. Через 40 дней буквально. Да, все, да, через 40 дней. 40, 40-50 дней. Время было золотое, но сейчас в Магнитогорске дерево обрабатывающего комбината нет. Ну, видать, комбинат так решил, ему виднее, он большой. Вот теперь в Магнитогорске лес, где купить-то можно? Я имею в виду вагонку, тот же блокхаус, все обработанное, где? Ну, у нас свое производство, мы поставляем все свое. То есть башкирское производство, город Беларет. То есть вагонку мы готовы поставлять в любом количестве. И цена будет ниже рыночной, чем у вас продают на Магнитогорске. Люди все-таки боятся строить, потому что дерево сгорит. Но современные технологии что позволяют? Ну, сейчас же есть антисептики. Просто синтептируешь бревна, они не горят уже, не горючий материал получается. Вот и все. Если вспомнить, да, случай со знаменитым нашим поселком миллионеров, когда там целиком сгорели два дома из бетона. Горит все. Ну, горит все, конечно. Но если так рассуждать, что вообще не надо строить ничего получается, так горит все. А, ну да, землянка и все, да? Да, да. Но в зеленке такого вкуса не будет. Мы зашли, чувствуем аромат дерева, прохлада. На улице 35, здесь 22. Идеальный вариант? Да, да, да. Кто-то любит, допустим, кругляк и цилиндрованные дома. Кто-то любит, нужен, допустим, клееный брус ему. То есть квадратный вариант его устраивает лучше. Также шлифуются стены, покрывается лаком, все, вся отделка. Он практически не требует отделки. Конечно, куб стоит на порядок дороже, чем цилиндровка. Это само собой. Ну, практически тоже дерево. И сроки? И сроки, да. Собирается он очень быстро. Вот этот весь комплекс вы за сколько построили? Так, я... Так, построили мы его примерно за три месяца. Весь этот комплекс? Девять квартир, да. Свыше тысячи квадратных метров? Здесь свыше тысячи квадратных метров и здесь 500 кубов бруса. Три месяца? Да, да. 150 на 200 брус здесь. То есть толщина у него 200 и 150 высота. И вот эту красоту видит каждый, кто проезжает в сторону озера Банное по новой дороге. Ваше их круглело? Да, наших. Так, если у вас заказывают не один десяток человек, то значит, ну, это не такая же дорога? Да, это в принципе недорого. Ну, вот смотрите, цилиндровное бревно у нас идет от 22 до по 30 диаметра. С доставкой сюда, ну, в Магнитогорск везде именно 9,5 тысяч кубов. Блок хаос, который вы будете скоро делать? Блок хаос, да. У нас будет через месяц выпуск его. Он будет стоить в пределах 280 рублей квадратный метр. Ммм, а я знаю, что... Да, да. Он в Магнитогорске идет от 320 рублей. Вкусные цены? Да, вкусные цены. А самые дешевые вещи вагоночка? Вагонка, да. Первый сорт у нас идет 230 рублей. Это Ашка. Б у нас идет 200 рублей. И, ну, можно даже и маленько опуститься. А Сшка у нас вообще идет 130 рублей квадратный. То есть, если я правильно понял, можно за совсем дешево из обыкновенной трехкомнатной квартиры городской сделать экологически чистый кусочек природы? Верно, совершенно верно. И в том числе у нас есть еще доска пола, то есть шпунтованная доска, которая идет на полы. То есть две категории, одна цена маленько не повыше, Сшка, она пониже. Да, мы и рождены планеты Земля и по воле Бога. Да, мы часть этой системы. И, к примеру, наша цепочка, ДНК и ДНК банана на 50% схожи. Да, везде, где есть стойкий минус, строить не из камня, а из дерева. И самое главное, то, что вы слышали в этом фильме. Включив мозги и банальный калькулятор, поняв, что естественная красота лучше искусственной, вернуться к трем основным задачам жизни можно. Построить дом из дерева, посадить взамен вырубленных рощи и родить не только сына, а троих спиногрызов. Это легко, при этом не ограничивая себя в нормальных вещах, как то еда, одежда и отдых. Да потому, что на рынок Магнитогорска пришли игроки, ломающие правила хапка. Они не рвут цены, не втирают и не впаривают вам дерьмецо. Вы видели всю правду, и вам выбирать. И выбор-то теперь есть, и он в вашу пользу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!